всем ребят привет сегодня у меня очередное будет видео связано с распаковкой посылки пришла посылка с москвы долгожданная вы скажете все закупают и закупаю но до готовимся до сих пор к сезону которую я еще не открывал нас за окном до сих пор лежат снега позавчера пытался воткнуть лопату в землю ни в какую земля еще бетон нужно дать ей прогреться и я вот пользуюсь случаем снимаю вот такие вот видео связано с металлопоиском сегодня будем распаковывать посылку посылка довольно таки интересно по названию вы видели что данная посылка у меня будет заменять подводный металлоискатель эскальбур вот выкрутился я вот таким вот интересным случаем заказав такую вот посылочку а в посылке будет довольно таки интересная вещица тем что эскальбур стоит больше 60 тысяч на днях мне подписчик хвастался что он приобрел эскалибур вот я в ответ ему сказал то что я тоже заказал данном случае вот эта посылка будет распакована тоже подводный но не эскалибур гораздо интереснее и дешевле 60 тысяч или же посылка которая меня обошлась всего-навсего в 4000 простым человеческим словом сэкономил кучу денег вместо 60 потратил всего-навсего 4000 сейчас вместе с вами будем ее распаковывать смотрим итак посылка у нас пришла с москвой я буду держать вас в интриге до самого последнего конца не буду говорить вам а что именно здесь вот такая коробочка обычная ничего без надписи без всего так так газетка самое интересное что на газетке у нас даже монетки достаем упакованную такую мягкую защиту пленочку здесь у нас клей спрашивается зачем не вкусе и вот такая вот штучка да да угадайте что это да совершенно верно это водонепроницаемый боск бокс для прибора аська 250 вот такая здесь вот ничего такого сверх естественно нету будем рассматривать его поближе и так ребята в пакетике у нас находился еще еще вот такой клей не знаю зачем какая-то здесь у нас еще имеется резиновая прокладка тоже не знаю и вот такой вот герметично закрытый пакетик с какой-то жидкостью возможно может это какая-то какой-то солидол или что-то в этом роде вот ну немножко об этом может позже хотя неважно может смазать вот эти края этим солидолом но сейчас посмотрим а сейчас будем рассматривать вот такой вот водонепроницаемый бокс а здесь у нас на крышечке имеется кнопки водонепроницаемый из другой стороны у нас имеется как раз те клавиши немножко они они прорезиненные такие и будут которые давить непосредственно на сам прибор который будет в изоляция от воды внутри у нас имеется разъем под наушники под саму катушку все это естественно у нас водонепроницаемая это все будет вставляться вовнутрь и плотно будет закрываться вот такими зацепами и с данным боксом мы можем погружаться в воду до трех метров сейчас я постараюсь одеть его на сам прибор и посмотрим что у нас как он будет выглядеть и так ребята держу я у себя в руках мою легенду вот она легенда уже стала тем что она прошла непосредственно со мной огонь и воду это в прямом смысле огонь тем что я ходил и по пожарам вместе с ним а воду хоть он не водой проницаемый но несколько раз он у меня был под дождем и однажды даже я утопил его в речке вот когда я его утопил я думаю все потерял прибор навсегда но нет я просто напросто быстро вытащил его из воды вытащил аккумуляторы из него дал ему обсохнуть и на следующий день засунул все обратно и он у меня снова был в работе так что прибор неубиваемый новичкам рекламирую советую хороший прибор вот видите подлокотник у меня самодельный потому что он ломался а ломался он потому что ставил большую катушку нового торнадо и ходил по морозу а пластик в мороз хрупкий и он у меня надломился но я к вам к чему его сейчас показываю хочу продемонстрировать как вставляется бокс на данный прибор и так ребята из любопытства я решила заглянуть на интернет магазины и зашел в один из самых дешевых это у нас ebay и набрала в поисковике искалибу и как вы видите я ошибся я называл сумму в 60 тысяч но здесь самая дешевая цена 75 тысяч смотрим вот снова 75 дальше 86 90 как вы видите данный прибор очень дороговатый для подводного поиска ну а для того чтобы добраться нам до этого бокса нам непосредственно нужно открутить два винта и тем самым мы будем отсоединять блок управления от самой штанги здесь ничего сложного нет два винта несколько секунд все прибор мы отсоединили от самой штанги и сейчас уже будем устанавливать его непосредственно сам бокс так для этого нам что нужно сделать подсоединить наушники и подсоединить разъем для катушки обязательно затягивайте гаечки это делается для того чтобы было хорошее соединение чтобы был хороший контакт затем все это аккуратно погружаем вовнутрь здесь имеется направляющие два штуки и он легко вставляется сам бокс закрываем при помощи санговых замков так называются эти замки и все данном случае он у нас готов к работе ну и проверяем роботоспособность данных кнопочек включаем прибор так здесь надпись есть все как вы слышите он включен такой вот издает характерный фон и потому что не подсоединена катушка подсоединяем катушку но повторюсь фон идет продолжается уменьшаем уменьшаем чуйку при помощи кнопочки и мы видим что катушка успокаивается находимся в квартире естественно он фонить а будет обязательно это все приборы вот такая вот у нас получилось защитное устройство на сам блок управления тем самым мы сейчас это все ставим обратно на место вот таким вот образом и все это дело мы прикручиваем получается у нас вот такое защитное устройство для прибора оси 250 с которым мы будем с вами в этом сезоне ходить по пляжу поднимать золото которые не смогли поднять в прошлом в прошлом году из-за того что все находки были под водой и и получился вот такой вот прибор дешевый вариант эскалибур а будем нырять до 3 метров в глубину вот такая вот у меня покупка и так ребята рассмотрели мы сегодня очередную мою диковинку которую я заказал по почте пришла она в принципе даст достаточно быстро шла всего-навсего какие-то там недели с небольшим вот и пришла нам вот такая вот зачетная штучка а превратили свой универсальный прибор айси 250 айси 250 в подводный металлоискатель который может гружаться воду до трех метров под водой айси 250 она по пляжам очень хорошо себя зарекомендовала потому что очень хорошо она видит цели на пляже в общем наш прибор дешевый вариант можно его приобрести двенадцать и десять тысяч это бушный плюс купить вот такой бокс за четыре тысячи и металлоискатель у вас становится подводным куда дешевле из калибура то есть это очень хороший вариант всем советую вот сейчас я между прочим хочу еще а его испытать на водонепровенциаемость то есть сам бокс я погружу в воду под струю воды и посмотрим что у нас из этого получится итак ребят переместились мы в ванную комнату взяли с собой прибор вытащили оттуда блок управления и берем обычную туалетную бумагу туалетную бумагу берем наматываем большое количество она нам понадобится для того чтобы заложить это все вовнутрь бумага хорошо впитывает воду и будет хорошо видно наглядно пропускает у нас бокс или нет микро какие-то частицы если будут просачиваться мимо щелей или же мимо вот этих вот мест соединения наушников и катушки бумага нам даст об этом знать ну а сейчас погружаем в воду итак ребята положим бокс как вы видите вместе с бумагой в раковину и сейчас под большим напором проверим непосредственно все резиновые соединения все швы замки и непосредственно водонепроницаемые соединения итак все швы замки итак итак Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нам будет видно и известно, пропускает у нас бокс или нет Если пропускает, то бумага в некоторых местах будет намокать Если же все у нас хорошо, бумага будет абсолютно сухой Ну я думаю достаточно, в принципе напор воды хороший Если бы он пропускал, он бы у нас пропускал Сейчас вытираем руки, сам непроницаемый бокс И смотрим на наличие сухости на бумаге Итак, весь бокс мы высушили И теперь вскрываем наши замки цанговые И достаем оттуда нашу газету Вернее газету, а туалетную бумагу Достаем и смотрим Она у нас абсолютно вся сухая Прибор, в принципе, будет надежно сохранен под водой Благодаря вот такому незатейливому боксу Ну что вам хочу сказать Вот за такой вот блок я отдал 4000 В принципе, за какой-то пластик это, я считаю, дороговато Но данное устройство, оно облегчит труд И сбережет семейный капитал Не покупают дорогие приборы металлоискателя Например, Эскалибур Как я еще раз повторюсь Эскалибур стоит от 60 тысяч рублей Чтобы этого не делать Чтобы жаба потом не давила Мы используем обычный металлоискатель И вот такой водонепроницаемый бокс В подводном поиске Ну все Кому понравилось Ставьте лайки Комментируйте Подписывайтесь До скорых встреч на пляже С этим устройством Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok